Сдал кровь, спас жизни нескольких человек. Этим принципом руководствовался 22-летний Вадим Пожидаев, когда пришел на станцию переливания крови. Сегодня он прошел эту процедуру впервые. За приветливой улыбкой Вадима скрывается легкое волнение. Молодой человек переживал, как пройдет забор крови в условиях пандемии. Все опасения были беспочвены, признается молодой человек. Процесс, сначала медицинский осмотр, сначала пробно забирают кровь, потом медицинский осмотр, меряют давление, вес, рост. Далее приходим в кабинет, забирают кровь. Почетный донор Сергей Тарасов сегодня, как обычно, пришел на станцию. Даже сейчас в условиях пандемии мужчина не намерен бросать полезное дело. Несмотря на сложную ситуацию, он продолжает сдавать кровь и помогать людям. Садишься в кресло и происходит процесс сдачи крови. Минут пять занимает. Помощь людям, они очень нуждаются в этом. Для себя иногда так обновить кровь. С введением режима самоизоляции число желающих сдать кровь сократилось на треть, говорят врачи. Сейчас на станцию ежедневно приходит до 40 человек. Суммарно они отдают примерно 30 литров вещества. Перед процедурой каждый должен обработать руки антисептиком. У доноров в обязательном порядке осматривают ротовую полость и меряют температуру. Естественно, у больниц есть большая потребность в компонентах крови, и в эритроцитах, в красных клетках крови, и в тромбоцитах, и в плазме. Так как имеется по время тех же оперативных вмешательств, соответственно, да, нужно компенсировать кровопотерю рецепиентам нашим. Из-за пандемии внести коррективы пришлось в работу всей станции. Врачи и доноры, которые недавно были за границей, отправлены на месячный карантин. Также разделили потоки сдающих кровь. К восьми утра приходят носители первой группы. К девяти приглашают доноров со второй, к десяти с третьей и четвертой группами крови. Это сделано для того, чтобы не допустить большого скопления людей в одном месте. В здании работают рециркуляторы, которые дезинфицируют воздух. Потребность лечебных учреждений сейчас тоже сократилась. То есть где-то по сравнению, допустим, с предыдущим годом, если брать 19-й год, этот же период, то порядка в два раза. Потому как плановые операции все не проводятся, госпитализации плановые сейчас тоже не проходят. Поэтому и потребность в компонентах тоже меньше. Ну, соответственно, выдаем мы меньше, заготавливаем меньше. Сейчас, по словам сотрудников станции, медучреждения Череповца не испытывают дефицита крови. Сдать жизненно важный материал по-прежнему может почти каждый. Кирилл Смирнов, Анатолий Холин. Новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова